доброе утро доброе утро с вами беларусь гомель меня зовут светлана сегодня у нас 19 августа пятница открыло окошечко ветер прохладный на улице солнечно ну вот обзор из моего окна небо голубое ни единого облачка наверное будет жарко время у нас 9 часов 50 минут у меня вот такой вот завтрак 2 яйца немножко майонеза выдавила овсяная каша заваренная на воде без масла без молока соль сахар и водица дай дай ты нам на пицца и абрикос так что овсяная каша с абрикосом но здесь только абрикоса что скорее всего это будет абрикос с овсяной кашей а не каша с абрикосом девчоночки мальчишечки это я это я вы стоите у меня на гладильной доске а я сейчас буду вот с этой вот юбки которую купила за 2 рубля помните я вам показывала со шлицей мне надо обрезать подкладку потому что я юбки с подкладкой не ношу вот такую юбку с подкладкой я вам показывала на универмаге стоит 60 рублей 50 рублей она вот видите новенькая даже по этикетке видно новенькая за 2 рубля вот и клям очки новенькие или лям очки вот буду отпаривать подкладку обрезать просто сейчас будете говорить зачем мне надо зачем мне надо надо у меня подкладка поднимается под юбкой и тогда посреди города идешь и вот здесь вот она вот так вот на линии талии меня все подкладки заказываются и поэтому будем обрезать взяли ножницы и будем обрезать и не надо меня уговаривать я знаю что сейчас будут такие которые будут уговаривать не надо как бы не как бы вы у меня не шлепнулись надо вам подушечку постелить а то шлепнитесь что хочу сказать подкладки я в не люблю у меня одна единственная юбка которая с подкладкой это зимняя юбочка с подкладкой и все подкладки все подкасываются заказываются все процесс пошел обрезание пошло мне надо ее срезать вот здесь вот такой вот шов двойной вот ее надо срезать если ее выбрать будут ошметки торчать а как это мне ее срезать так жарко так хочу вам передать привет знаете от кого от ромы с яной только что с ними разговаривала дома они одни вот как-то так просто обрежу вот уже начала обрезать просто обрежу по-другому не могу но мне ж никто не будет заглядывать под изнанку юбки правильно дома они там одни сейчас им дали много работы я на перечислила сколько им наталья дала работы кто не знает кто новенькие я на это моя внучка а рома это мой внук который приехал из гомеля туда в минскую область и поэтому там они вдвоем находятся им наталья дала работы протереть пыль сходить в огород сорвать кабачков и огурцов что там выросла гулять с собакой что-то еще она им дала какую-то работу не помню я на и перечислила ой не знаю я что-то у меня что-то мне не аккуратно получается они там сидят рома в телефоне я на со мной проговорила полчаса и ни черта они там не делают я с ними сейчас разговаривала они хохочут и все я говорю что вы утром ели яна говорит я пила чай я ела булочку с йогуртом а рома пил чай с булочкой у меня разболелась душа если бы было я можно было и омлетико им сделать и яичко поджарить и картошечки поджарить но у них там есть еда наваренная но все равно это ждите видите одна чай с булочкой попила другой чай с йогурт ой булку с йогуртом съел детей когда одних оставляешь это одну минуточку ох вы знаете это сижу спокойно с вами пришел прилив и поэтому пока я сходила на кухню посидела под вентилятором охладилась ну все отлично срезала я подкладку где это она вот подкладка идет отдельно видите вот это вот зад подкладки вот зад вот совершенно хорошая новая юбочка может человек 1 5 в ней побыл все теперь она легенькая юбочка сзади со шлицей все за 2 рубля буду носить подкладку я срезала жарище эту ой не люблю юбки с подкладкой ой не люблю все работа сделана наконец-то наконец-то работа сделана ой не знаю о чем мне с вами поговорить солнышко скрылась дома жарко весь липкий как я хочу чтоб быстрее закончилось лето вы просто не представляете я устала от лето я устаю вот у нас лето считай три месяца июнь июль и август я устаю за эти месяцы я устаю я каждый год каждое лето я хочу чтобы она быстрее закончилась я его с радостью принимаю в июне потому что появляется клубника который я отъедаюсь и все потом я после клубники не хочу никаких ягод вот и поэтому потом мне уже лето не интересует как бы вот знаю что вам рассказать больше ничего все юбку мы сделали теперь у меня есть вот такая вот майка я я ее надела один раз вот спущенный рукавчик принципе она выглядит ничего нормально но тут что меня тоже бесит в этой майке что надо выпарать сзади вот эту вот латку на горбике вот это вот латка пришита посмотрите пришита и ее надо выпарать здесь получается двойная ткань вот вот двойная ткань зачем эта латка пришита сзади и сзади или сзади вот это зад вот это перед будем выпаривать эту латку с лицевой стороны шовчик вот такой просто вот машинкой прошита сейчас будем выпаривать вот девочки очень нудно и марудно выпаривать вот этот шов вот вот зачем он зачем это латка вот буду ее выпаривать но так как мне с вами побеседовать не о чем буду выпаривать как выпарю включусь вот девочки выпарила вот эту латку я вот зачем она это жарища сама чтоб на нашей этой холке это только за границей такое вот пришивают у нас такое они делают для чего это жара вот здесь вот на холке двойная ткань вот поэтому вот по этой вот вещи видно по этой латке видно что вещь секонд-хенда поэтому я везде такие латки выпариваю есть вещи которые я вот сейчас буду обрезать здесь уже не выпаришь здесь планочка надо ровненько обрезать под планочку есть такие вещи что я прорезала но я их тогда уже выбрасывала дай бог я эту вещь не запарю как обрежу вам покажу все девчонки вырезала я эту латку которая вот на холочке сзади вот здесь вот вот зачем она здесь вырезала срезала очень аккуратненько тканьку вот эта розовая полосочка красная полосочка так и останется если ее отпороть то тут получится фигня а вообще-то можно ее и отпороть эту полоску но зачем она наверное держит чтобы ворот не растягивался нет ее я выпаривать не буду эту полосочку хотя можно было сейчас покажу вам видите как она пришита от бокового вот вот это вот это бы строчечка исчезла бы вот если бы я выпарала ее вот это вот строчечка вторая ну все сделали зачем этот кусок тряпки был прострочен и сзади был такой шоу это было сразу видно что вещь секонд-хэнд а так уже все все девочки аккуратненько ее обработала по вынимала ниточки тут даже никто не придерется что сзади была прострочена эта латка а здесь тоже все аккуратненько вот этой вот латки уже здесь нет все нормальная маечка вообще-то я ее ненавижу я ее купила в этом году я ее подшивала она была широковато она мне как бы большевата я наверное ее пущу для дома вот это лето закончится она зиму я пущу ее для дома буду носить дома потому что мне вот такой вот спущены сильно спущены длинный рукав он старик человека он как-то вот ну как 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 вот это даже еще и длиннее я не люблю такого вот меня все раздражает секонд-хендов ских вещах если что-то покупаю я все переделываю еще у меня в планах очень давно вот это вот платье тоже она вот новенькое было куплено за копейки секонд-хенде но тут похоронные кружева я была хотела его отдать в ателье но чтобы выпарать вот эти похоронные кружева вот они пришиты кружева вам не видно как бы вот кружева пришита видите видите если отдать в ателье вот кружева пришита вот видите вот все чтобы отдать в ателье вот этот шоу я сейчас выпарю но чтобы отдать в ателье им надо было полностью выпаривать вот этот шоу видите а он сложный с обметкой чтобы убрать вот это кружево теперь я хочу вот это кружева сама вот этот шоу я сейчас выпарю вот он просто тут идет с той стороны вот он шоу я его выпарю но вот отсюда вот с этого шва кружева я уже буду ножничками испорчу платье так испорчу близко-близко подрезать и беда в том что это кружева оно вшито в выточку на груди в выточку видите вот выточка вот вот на груди оно вшито вот сюда и тут надо подрезать насколько аккуратно у меня получится подрезать я не знаю испорчу так испорчу но хочу убрать это траурное кружево вот такое вот платье я в нем одноклассниках сфоткана но я сижу у него платье хорошая девочки красивая ну как красивая обычная платье секонд-хенд но но надо выпарать вот это вот кружево буду заниматься с одного раза его не выпаришь не уберешь но буду дней несколько это делать так сейчас без 15 час все равно мне заниматься нечем еда у меня есть на обед макарон с печеночкой чайку можно попить с маслицем кусочек черного хлеба так что буду выпаривать а что я не могу его одеть из-за этого кружева ну как траурная а так я выберу это кружево но просто будет со вставочкой и вот сейчас в сентябре похолодает оно само по себе ткань такая вот знаете какая ткань типа трикотажа она вот тянется и она такая вот тепловатая ткань толстоватая а вставка тем более она толстоватая вот и поэтому на легенькую курточку ветровочку одеть с коротким рукавом платьице и пойти бог девочки кружева выпаривается легко хорошо от этого платья вот это с этой стороны она выпарится но то которое идет в боковой шов я не знаю как я буду выпаривать вот процесс пошел обычная кружевца пришита было вот я просто так люблю все выпаривать у меня аж слюнки текут когда вот я что-то выпариваю маленькими ножничками мне прямо слюнки текут потому что вещь преображается в другую все эти клапанчики я даже магазинную вещь если государственную куплю все эти клапанчики вот здесь вот клапанчики с пуговками я начинаю брать ножницы то пуговки отрежу на следующий день погончики отрежу на следующий день клапанчики отрежу хлястики повырезаю и вот так я если куплю государственную вещь я ее кремсаю постоянно ножницами до кремсаю до такого состояния что оно просто без ничего это мое хобби девочки ну у каждого же есть хобби кто-то рыбу ловит кто-то на охоту ходит кто-то вяжет кто-то курит кто-то на танцы ходит а у меня хобби все выпаривать все распаривать все переделывать ну вот такая вот я вы понимаете вот такая вот я и другой не будет все буду выпаривать дальше ну вот девочки мальчики я кружева выпарала теперь его остается аккуратненько отрезать отрезать с бокового шва вот это вставка серенькая а это вот основное платье и мне его надо аккуратненько близко близко здесь вот срезать а если даже какие-то и ниточки появятся то надо будет ногтиком а вот это вот на вытачке видите к вытачке сейчас к вытачке вот так вот пришита ай как-то немножко не так вам покажу сейчас о а здесь вот к вытачке пришита это тоже надо аккуратненько обрезать вот потому что тут обычная с изнанки вытачка вот она вот и она внутри кружева это нитка ох нелегкая это работа из болота тащить бегемота помните самуила маршака ох нелегкая это работа из болота тащить бегемота короче основную работу я еще не сделала я только отпорола отовсюду это вот эти вот вот кружева вот они болтаются вот теперь мне остается аккуратненько срезать и все но это не одного часа работы так что уже 15 минут второго буду я отдыхать у меня сегодня швейна шильномыльный комбинат все шью все выпариваю то латочку то кружева то подкладку выпарала от юбки так что девочки сегодня я полезное дело сделала так парит на улице солнце скрылось идут облака тучки и все куда-то уходит я вся мокрая пока я выпарала кружева я вся мокрая открыла окно на подоконнике песка надуло стояло окно на проветривание но я его открыла вообще на первом вам это же знаете чем плохо метет песок этот в окна летом ну наверное я в лох этот закончу и вам уже его выложу он какой-никакой маленький ну хоть посмотрите но на днях может быть завтра может послезавтра я бы к маме взяла это платье там сидела выпаривала но там темно частный дом там нет как будет результат покажу дай бог мы только не прорезать если я прорежу серую штабку или прорежу основной основную ткань платья она пойдет на мусорку потому что я не люблю такого вот видеть бы того модельера который пришел пришел эти кружева зачем для чего он попался бы мне тот модельер вклеила бы я ему по первое число зачем это делать но хорошее платье все девочки мальчики всего вам хорошего удачного вам дня удачных вам последних летних дней мирного вам неба кто сейчас живет горячей точке скорейшего вам восстановления и всем всего всего хорошего все на этом этот флот я заканчиваю